Эта фабрика выпускает, возможно, самую милую и трогательную продукцию в мире. Таких вот желтых, пушистых, маленьких цыплят. Чтобы они были здоровы и счастливы, в цехе действуют строгие санитарные правила. Исключение не делают даже для министра. Ему тоже приходится облачиться в белый защитный костюм. Можно только представить, какая гигантская яичница получится, если использовать продукцию, выставленную только на одной из этих тележек. А всего же только в этом цехе в сутки выпускается 120 тысяч яиц. Этого хватит, чтобы накормить завтраком средний такой Ставропольский район. Ни в смятку, ни в крутую, ни в мешочек, ни яйца пашот из этой продукции все же не выйдут. У нее другое предназначение. Каждое яйцо – будущий цыпленок. После периода инкубации им помогают освободиться от скорлупы и прямо на конвейер. С такого стремительного приключения начинается их дорога во взрослую куриную жизнь. Чем старше курочка, тем больше нужно яйцо находиться на шею. И чем моложе курочка, аналогично. То есть каждое яйцо в курочке специально учитывается. Конечно, обязательно. То есть мы их закладываем только по определенному возрасту радиоспаса. А это предприятие выпускает совершенно несъедобную продукцию, хоть в ее названии содержится слово «сэндвич». Цех по производству сэндвич-панелей уже отвоевал 15% российского рынка и не собирается останавливаться. Это часть Невиномыского индустриального парка – проекта краевых властей, который должен облегчить жизнь бизнесменам. Министр интересуется, в чем преимущество такой затеи. И начинает загибать пальцы. Чем мы лучше? Вот чем мы лучше? Чем мы лучше? Сети уже имеются на территории регионального парка. Хорошо, разумеется. Налоговая база снижена. Два. Третья. Готовая земля к использованию. И транспортные развязки, включающие ЖД-транспорт, автомобильные. Три. Молодцы. Это три. Ну и кадровые ресурсы основные. На цель начальника. Обязательно. Чтобы решить задачу по импортозамещению, недостаточно просто наращивать действующие производства или открыть несколько новых, уверен Лев Кузнецов. Нужна системная вдумчивая работа. Простой пример птицефабрика закупает оборудование для инкубаторов из Голландии. А ведь аналогичное вполне может поставлять хотя бы этот цех всего в паре километров. Предприятие нужно только, что называется, подружить. Именно в таком ручном управлении, по мнению министра, ключ к абсолютно новой экономике. Мы маточные поголовья завозим, семена завозим, оборудование все полностью, особенно которое влияет на производство, опять же, к сожалению, завозим. Поэтому очень легко нас перекрыть пуповину и остановить. Поэтому ключевая задача, мы сейчас обсуждаем, именно посмотреть и очень многое можем делать. Мы делаем уникальные спутники, делаем уникальные какие-то двигатели, ракеты, оборону спутников. Почему это не можно? Нюансы, трудности и достижения в деле замещения импорта и в промышленности, и в сельском хозяйстве обсуждают на большом заседании с участием властей и бизнесменов. На Ставрополье провели немалую работу. Действует система поддержки краевых производителей. Но в эйфорию никто впадать не спешит. Слишком уж серьезная эта задача, и подходить к ее оценке тоже следует взвешенно. Конечно, не хотелось бы расти хотя бы там двухзначными цифрами. 10-20%, 30%, но, к сожалению, мы этого еще не достигли. По мясному животноводству мы растем на 7%, по молоку 2%. И то в основу этого роста это все-таки не увеличение поголовья, а все-таки увеличение производительности на единицу. По теплицам чуть лучше, по садоводству совсем может быть хорошо. Я думаю, что первые итоги нашей работы по импортозамещению и тот 15% увеличение продукции, именно попавшей под санкции на будущий год, мы можем подвести с вами в сентябре-октябре будущего года.